Ведь, как мы знаем, в новом Готэме кое-что он видел другим. Преступность. Но почему Джокер хотел ее убрать, если в конечном итоге хотел утопить город в этой самой преступности? Почему для этого не подходила действующая преступность? И какую преступность вместо нее, по мнению Джокера, Готэм заслуживал? Как некоторые могли уже догадаться, всему виной снова кодексы и правила. Но уже преступного мира. И на первый взгляд в этом ничего нового, и можно вроде бы двигаться дальше. Но есть нюанс. Преступные правила злят Джокера больше, чем какие-либо другие. И по очень нетривиальной причине. Потому что они – это лютый, кринж и абсурд. Ведь преступники – это те, кто по определению законам и правилам цивилизованного общества не подчиняется. Они не признают базового равенства всех людей. В этом их фишка. Вместо этого, как в животном мире, они признают право сильного. Преступники – это те, кто приступает закон. И поэтому их внутренние правила выглядят максимально глупо. Странно сначала приступать одни социальные нормы, разрушая этим идею цивилизованности. А затем заново создавать другие, точно такие же, свои собственные, внутренние, которые все должны начать соблюдать. Да что ты, черт побери, такое несешь?